Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа, пусть вас Бог благословит. И я только что говорил о том, что нам нужно смотреть, взирать на небеса, на Божью славу. Почему? Потому что когда мы видим Христа, мы подражаем Ему. Вот прежде чем буду проповедовать, я хотел бы сказать, что, братья и сестры, вот честно вам скажу, от всей души, это Божье послание для каждого, нам нужна вера в Бога. Нам нужна сильная вера, потому что благодаря вере мы решаем проблемы. Мы не решаем проблемы с помощью логики, с помощью консультации, советов. Да, ты какие-то вопросы решишь, но мы везде видим в Писании, что когда человек доверял Богу свою ситуацию, то Бог помогал. И мы видим много этих ситуаций, когда человек был в безнадежном состоянии, и он верил. А что значит верил? Доверял Богу. Вот когда идет человек к зубному врачу, что он делает? Он открывает рот и доверяет свой рот, свою красоту доктору. Он доверяет ему, что он правильный укол сделает, правильно зубы одного размера поточит, правильно вылечит. Или к хирургу, или вы садитесь в самолет. Вы же доверяете пилоту, вы его даже не видите. Извините, вы только слышите, пилот с вами разговаривает. Готовы к полету, сейчас взлетим. И вы доверяете. Вы даже не видите, кто с вами разговаривает. Голос. Вы говорите, как Богу можно верить? А я вас спрашиваю, а как вы пилоту верите? А в автобус вы садитесь. Откуда вы знаете, что за водитель? И какое у него настроение? Что у него с женой с утра произошло? Вы не знаете. Вообще спал ли он ночью? Нам нужна вера. Это доверие Богу. Доверие Богу вырабатывается. Оно не появляется автоматически. Оно не передается с возложением рук. Оно вырабатывается, когда ты слышишь Бога. Наша задача – услышать Бога. Когда ты услышишь Бога, в тебе выработается вера. А вера – это доверие Богу. Итак, тема проповеди будет называться «Послушание истине». Послушание истине ведет человека к успеху. Каждый верующий, для каждого верующего Бог приготовил успех. Бог не приготовил поражение. Что такое поражение? Поражение – это грех. Что такое истина? Давайте мы разберем. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. 17, 17. Здесь Иисус говорит в молитве. И молится Отцу своему и говорит. Освяти их истинную Твоею. Освяти их. Пусть она пройдет через них. Через их разум. Ты настолько верующий. Послушай. Люди могут думать, что ты верующий. Но только ты знаешь, какой ты на самом деле верующий. Я такую сделаю, как сказать, подсказку. Вы каждый можете проанализировать, насколько вы верующий внутри. Вот то, о чем вы думаете. Каковы мысли внутри человека его, таков и он. Мысли, которые в вашем разуме показывают, кто вы. О чем вы думаете? Вот именно вы тот человек. И вы только это знаете. Поэтому Иисус молится Отцу и говорит. Освяти их истину, учеников. Они нуждались в истине. Почему? Они выросли без истины. Они выросли на фактах этого мира. Они были, как все. Поэтому Иисус, Он их избрал. И Он сказал, вы не от мира этого. Ты можешь быть точно такой же. Но у тебя совершенно другое направление в жизни. У тебя другая совершенно судьба. Вот у тебя определенная судьба. Ты идешь на небо. У твоего соседа другая судьба. Он не идет туда. Как вы можете сказать, что вы одинаковы? Вы не одинаковы. Я переживаю за людей, которые не приняли Иисуса. Я за них переживаю глубоко. И я верю, что эти чувства приходят от Бога. Потому что в Библии написано, в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе. Как у Бога. Он делится с нами своими чувствами. И Он переживает за людей, которые живут беспечно и не позаботились о своем будущем. Не позаботились. Они даже не верят, что их ждет что-то плохое впереди. И так Иисус здесь говорит, освети их истинную. И дальше продолжает. И делает заявление. Слово твое есть истина. Это мерило, это правило, это основание всей нашей жизни. Слово Божье. Не мой и твой опыт. Не знание какого-то дяди там или тети. А Слово Божье. Что означает быть послушным истине? Вот такое название. Послушный. Послушание истине. Вы знаете, многие люди непослушны истине. Потому что истина, она всегда противоречит нам. Быть послушным истине означает согласие со Словом Бога. Представьте себе картину. Однажды к Иисусу подходит один религиозный человек и говорит, приди, помолись за мою дочь. У нее большая беда, она очень страдает. Иисус говорит, я приду, помолюсь за нее. А ему говорят, тут же говорят из людей, не утруждай учителя. Оставь его в покое, твоя дочь умерла. Все. Иди, покупай гроб. Покупай венок. Заказывай похороны. Вот просто представьте себя на месте этого человека. Умирает его дочь. У отца умирает дочь. Это не шутки, это реальность. Это то, что написано в Библии. И он просит Иисуса. Он понимает, что никакие медикаменты ее не спасают. Он пробовал. Он пытается сделать все. И он просит Иисуса. И что? Сразу же он слышит факты, которые противоречат и говорят. Да успокойся ты, твоя дочь уже умерла. Все. Иисус, делай свои планы. Дальше иди. Ну, уже умерла, дочь уже ничем не поможет. Слезами гору не поможешь. Все. Все. Иди, отец, плачь. Иди, убивайся. Иди, что хочешь, делай. Твоя дочь мертва. Что Иисус говорит? Он сразу же сказал, не бойся. Не бойся. А что? Только веруй. Доверяй истине. Иногда мы не знаем, как она работает. Мы видим, что служение Иисуса, весь Новый Завет наполнен чудесами. А что такое чудеса? Чудеса – это измененные проблемы. Вот была проблема, и Иисус ее изменил. И все не могут понять, как Он это сделал. Как Он это сделал. Истина всегда сильнее фактов. Всегда. И Он пришел, и Он сказал, дочь твоя не умерла, но спит. И знаете, что люди делали? Они смеялись над Ним. Представьте, у человека умерла дочь. Тут Иисус стоит и говорит, нет, не соглашайся с этим. Не соглашайся с этим. Дьявол так и хочет, чтобы ты поверил негативу. А Иисус говорит, не соглашайся, пожалуйста. Только веруй. А что такое только веруй? Доверь мне. Доверь Богу. Доверься. Не ставь точку. Не ставь. Это люди сказали, что она умерла. А что Иисус говорит по поводу твоей ситуации? Люди могут высказываться по поводу тебя, по поводу твоей ситуации. Но что говорит Писание? Что говорит Иисус? Иисус сказал, не бойся только веруй. И они пошли. И Он выслал всех. А люди смеялись над Ним. Они говорили, что за странный человек? Дочка умерла, а Он говорит, нет, она не умерла, она спит. Вы знаете, что истина, она всегда, даже если все будет вокруг вас говорить, нет, и все будет против вас. Но истина скажет, да, будет так, как сказала истина. Мы знаем, что когда Бог творил землю, она была безвидна и пуста. И написано, тьма была над всей бездною. То есть, не было никакого света. Ни фонарей не было на земле. Это была наша земля, где мы сейчас живем. Где мы, люди, живем на этой земле. Ничего не было. Ни зелени не было, ни травы, ни скал не было. Ничего. Была вода. И была тьма. Тьма. Что такое тьма? И вообще ничего не видно. И так было какое-то время. Мы не знаем, сколько времени просуществовала земля, находясь во тьме. Это факты? Да, это факты. Тьма – это факты. Это то, что вот, смотри, сам не веришь, посмотри, тьма. Но как только Бог сказал, да будет свет, что произошло с землей? Кто помнит? Стал свет. И все изменилось. Стало светло. То, что Бог говорит, это истина. Да, на данный момент выглядит так, что это тьма. Да, она тьма. Но я хочу спросить, а что Бог по поводу этого думает? А Он думает, что должен появиться свет. И что? Когда выходит Слово Божье, Слово Божье – это истина. Меняется реальность. Ты хочешь видеть измененную реальность в своей жизни? Говори Слово Божье и соглашайся с Ним. Что значит быть послушным истине? Согласиться с тем, что говорит Бог. И знаете, это может быть вообще неактуальным чем-то. Чем-то неправдоподобным. Вот так может казаться. Чем-то странным. Оно не может получить поддержки в этом физическом мире. Истина не может поддерживаться ничем. Истина не находится на земле. Если вы хотите ходить по земле и искать истину, я вам скажу, вы ее не найдете. Это все равно, что вы по земле ходите и искать счастья. Его нет. Истина приходит из Царства Божьего. Оно приходит из другого мира, из другого измерения, из Божьего рая, из Божьего присутствия. Оттуда приходит. Когда? Когда тебе открывается Слово Божье. Откровение. Быть послушным истине означает согласие со Словом Бога. Так вы скажете, так нет ничего легче, чем согласиться со Словом Божьим. А я вам скажу, а это и есть самая большая проблема. И с этим, со Словом Божьим согласиться, это самое трудное оказывается. Тебе просто надо согласиться. Тебе ничего не надо. Тебе не надо штангу поднимать 300 килограмм. Тебе надо просто согласиться и довериться Богу. И вы знаете что? Когда Иисус пришел, Он сказал Слово. И эта девочка встала. А ведь она на самом деле была мертвая. Вы поймите, что истина противоречит фактам. Она противоречит смерти. Она противоречит законам притяжения. Она всем и химическим, и закону лимита даже противоречит. Просто себе представьте, что истину невозможно заключить в какой-то закон. Истина – это то, что скажет Бог. Вот почему нам нужно возлюбить Божье Слово. Что с теми людьми, которые не соглашаются с истиной? Для них Слово Божье не авторитет. Для них их понимание – авторитет. Для них мнение людей – авторитет. Вы знаете, что такое авторитет? Это тот, на кого ты действительно смотришь и слушаешь. Вот это авторитет. Ты знаешь, что Он скажет. Это сто процентов. Это правда. Это точно. Это так и есть. Можно верить сто процентов. Я вам скажу. С одной стороны, выглядит все легко. Если ты поверишь Божьему Слову. Даже то, что было мертвым, оно воскреснет. Самое невозможное станет доступным и возможным. Но всего лишь нужно согласиться со Словом Божьим. Иисус ему сказал. Не бойся, но только веруй. Там, по-моему, был этот священник или кто-то был, кому Иисус сказал. И девочка воскресла. И что тот народ, который смеялся над ним? Что вот они? Вот представьте. Ведь они смеялись. Они думали, он глупенький. Что он говорит? Если уже конкретно мертвый человек, то это видно. Да все показатели. Вот мертвый человек. Там и проверяли, и дыхание, и все. Ничего нету. Приходит Иисус и говорит. Нет. Я сказал. Она спит. Вот как надо смотреть. И нам нужно научиться. Нам не нужно отвергать факты. Потому что факты есть факты. Но нам в это время, когда мы видим эту реальность физическую, нам нужно увидеть сквозь физическую реальность, увидеть духовную реальность, что говорит Слово Божье. Что сейчас говорит Дух Святой по поводу этой ситуации? Что? Вот умер Лазарем. Болел он и умер. Его уже похоронили. И прошло четыре дня. И приходит Иисус и говорит. Я иду разбудить Лазаря. Так Иисус, у тебя все мертвецы спят, что ли? Я не понял. А он же мертвый. Он же его похоронили. Все. А Слово говорит. Я иду разбудить его. Что делали люди, когда они услышали повеление Иисуса? Приведите меня на кладбище. Приведите меня ко гробу. Они говорили, Иисус, ты не понимаешь. Мы тебе объясняем. Он умер. Четыре дня прошло. Он уже разложился. Он смердит. Не надо Иисусу рассказывать. Я вам скажу. Главная наша проблема верующих. Людей вообще. Мы не понимаем, кто такой Иисус. Как только ты поймешь, как только ты уверуешь, кто Он, твоя жизнь изменится. А пока ты находишься там, где ты находишься. В непониманиях, в проблемах, в болях, в страданиях, в сомнениях. Ты не понимаешь, что такое Иисус. Тебе просто взяли и рассказали, Иисус там вот такой-то. Иисус просто добрый. Иисус хороший. Иисус волшебник. Пока ты лично не поймешь, вот как сотник. Пока ты не поймешь, кто такой Иисус, ничего не произойдет в твоей жизни. Ты будешь ходить, и Он будет для тебя загадкой. Так кто же такой Бог на самом деле? Это загадка для тебя будет. Но, если твое сердце на самом деле хочет знать, кто такой Иисус, то прости Святого Духа. Ты не можешь Иисуса понять, потому что это духовная личность. Тебе это должен открыть Святой Дух. Кто такой Иисус? И как только ты поймешь, кто такой Иисус, вот как сотник, тоже пришел с проблемой и сказал, слуга мой жестоко болеет, приди и исцели его. Иисус сказал, я приду. А он говорит, нет, не приходи, скажи слово твое. Я увидел власть в твоей жизни. Я увидел, что ты отдаешь приказы. Потому что я сам отдаю приказы. И мои приказы исполняют. Я увидел тебя, кто ты. Я увидел тебя, кто ты. Я понял, кто ты. Ты царь. Как только ты скажешь, сразу будет так, как ты скажешь. Иисус был так рад. Он был в таком радостном, просто в восторге. Он сказал, вот что мне нравится, вера людей. Он говорит, я во всем Израиле не нашел такой веры, как у этого сотника. Он говорит, иди вообще, все, забудь. Твоя проблема решена. Вот так твоя проблема решена. Такая вера Иисуса аж просто, наверное, отнесло. Понимаете? Такая радость. Если мы хотим Бога порадовать, ты его можешь порадовать своей верой. Ты думаешь, Бога не можешь порадовать? Ты его можешь как порадовать, так и попечалить его. Опечалить. Лучше радуй. Итак, что такое истина? Истина – это то, что сказал Бог. Вот что истинно. Если тебе Бог сказал, иди за мной, иди за ним. Если тебе Бог сказал, оставь это, оставь это. Знаете как? Один из учеников, один из людей говорит Иисусу, наставник, «Я пойду за тобою». А он говорит, ему ответил, «И лисы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а сыну человеческому негде где голову преклонить». Он как бы его так сказал, «Ну, подумай еще раз как бы». А тут один такой просыпается и говорит, другой человек, другой персонаж. «Я пойду за тобою». «Но». Такое «но». Иисус уже смутился. Почему какие-то «но» у тебя есть? «Позволь мне прежде похоронить отца моего». Что Иисус отвечает? Сразу же отвечает, не подумав, сразу отвечает. Оставь это. Оставь мертвецам хоронить мертвецов. Пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. А ты иди и следуй за Мною. Вы думаете, что Слово Божье выходит так спокойно, оно выходит и достигает, и так приятно ложится на нашу душу. Вы представьте, человек говорит, «Я хочу за тобой следовать, но меня что-то держит. Меня держит отец мой». Что такое похоронить отца? Это дожить с ним, ухаживая до глубокой старости. И когда он состарится, умрет, вот тогда, как бы, этот человек говорит, «Я тогда буду свободен идти за тобою». А Иисус ему говорит, «Он уже мертвый в духе». Он уже. Оставь это. Оставь мертвецам, другим людям. Ты иди, на твоей жизни есть призвание. Это не вкладывается ни в какую логику. Это не вкладывается ни в какое понимание. Как Иисус такое говоришь? Как ты обижаешь меня? Как ты вообще наши устои, наши планы не уважаешь? Я же об отце говорил. Вы знаете, что когда Иисус призвал Петра, они тоже сидели в лодке с отцом своим. Они сидели. Что Петр подошел, сказал, «Иди за мною». Написано, они оставили в сети, и отца своего, Зеведея, последовали тотчас за ним. Иногда мы думаем, что истина будет нам бесплатно достанется нам. Наш прорыв, наша победа, наш ответ на молитву, он легко нам достанется. А нет, тебе что-то придется оставить. Потому что Бог не будет делить с тобой. Он либо все в твоей жизни, либо ничего. Ему недостаточно твои там 70-80% посвящения. Ему недостаточно твоей любви 70-80%, 90%. Он хочет, чтобы ты в своем сознании полностью за него отдал все. Отдал свою жизнь. Почему? Он это в свою очередь сделал. Он отдал всего себя. Он ничего не оставил. Отец отдал своего сына. Все. Он опустело небо. Он отдал. Он ждет такой же любви. Такого же уровня любви. У нас своя с вами правда. У Бога своя правда. Бог предлагает поверить Его Слову и окунуться в Его реальность. Он другими словами нас выводит из этой общепринятой реальности, общепринятой жизни, вводит куда? В царство свое. Мы так часто слышим о Царстве Божьем, о том, что там хорошо, что из Него выходят чудеса, что там есть безлимитные возможности. Но ты не сможешь туда просто так попасть. Тебе нужно будет смириться. И просто... Представьте, сложного Иисус ничего не скажет. Но тебе будет сложно просто смириться с той мыслью, что тебе надо сделать по-другому, чем ты видишь. Вот что такое послушание истины. Иисус всегда был успешен. Иисус Христос на земле, Он был успешен, и у Него не было ни одного падения, ни одного провала. Почему? Он любил истину. Он любил то, что показывает Ему Отец. Когда Он смотрел на обстоятельства, Он говорил, окей, это показывает мне сейчас этот мир. А что показывает мне Отец? И Он видел другую картину. Всегда видел другую. Потому что Отец никогда не согласится с этим миром. У этого мира ничего нету общего с Богом. Мир, в котором мы живем, запомните. Мы хотим стать, как этот мир. А зачем? Чтобы нам легко жилось. Чтобы никто не крутил у виска. Чтобы не говорили фанатики, сектанты, чумоходы, странные люди. И мы хотим стать, как этот мир, чтобы нам просто избежать трудностей. Избежать страданий. Да ты в этот момент предаешь самого Христа. Ты предатель. И тебе не стыдно перед самим собой даже. Ты не осознаешь. Но ты отказываешься от Него. Это как Петр. Такой лицемерный Петр. Самый худший день в жизни Петра. Ему говорят, о, мы тебя знаем, ты был с Иисусом. Нет. Знаете, о, мы знаем, ты ходишь в церковь такую-то. Церковь церятри. Нет, я не хожу. Нет. Я православный. Я православный. Я не хожу. Не, 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 не. Что? Я сколько таких людей видел, которые с тобой вроде бы радуются, вроде бы восхищаются. А потом где-то какая-то обстоятельства, ситуация. Он говорит, да не, они какие-то, да, там, да, было, там, просто, заминают эту тему. Нет. Если ты последовал за Иисуса, ты стой и говори, да, я с Ним. А ты, а ты еще нет? Подумай быстрее. Сигель, время работает против тебя, не на тебя, против тебя. Думай быстрее. Меняй свою вечность. Принимай Иисуса. Возови к Нему. Он ответит тебе. Вот почему в первый век христиан становилось просто, они рождались и рождались. Потому что они видели, насколько эти люди стойкие. Насколько они готовы пострадать. Насколько они готовы даже к тому, что придут в их дом. И все имущество заберут. Римские солдаты. Как верующим приходили, забирали. Представь, на твоих глазах берут твоего ребенка. Просто из-за того, что ты верующий во Христа. Твоего ребенка берут, лапают, больно ему делают. Жену твою берут. Имущество твое берет, которое ты заработал. И верующие не сопротивлялись. Они знали, что это за Христа. Это не из-за того, что их сейчас просто плохо. Кому-то перешли дорогу, мафию на них навели. Это мафия. Бандиты, бандосы пришли сейчас. И тут забирают. Нет, они понимали. За Христа. За Христа никогда не продавайся. Никогда. Нету никого из людей ценных. Эти друзья. Я говорю, я повторяю. Это не друзья. У вас разные боги. У вас разные господа. Вы думаете, что это друг. А это предатель. И вы хотите как бы предательски найти нейтральную полосу. И так пожать руки. Знаете, как Ирод, написано с Пилатом, сделали с друзьями. На фоне распятия Христа. Они же были враги. Это же ненавидели друг друга. Пилат и Ирод. Они сделались друзьями. Да на какое время они сделались? Они же как ненавидели внутри, так и ненавидели дальше. Истина тебе будет стоить всего. А только от тебя зависит, будешь ли ты успешным в своей жизни. Если ты полюбишь Слово Божье. И как Слово Божье тебе скажет, так сделай. Тебе будет брошен этот вызов. Но если ты откажешься, это твое право. Ты увидишь другое. Ты увидишь поражение. Всякий, кто нарушает Слово Божье. Всякий, кто не доверяется Слову Божьему. Он не может войти в Божье благословение. Для него Бог будет закрыт. Бог не имеет дела с такими людьми. Бог имеет дело с людьми, которые сказали, Господь, вот я, я посвящаю тебе всю свою жизнь. Я следую за тобою. И они этого решения не меняют. Они могут споткнуться, они могут упасть. Но они говорят, Господь, я иду за тобою. Дай мне сил. Дай мне благодати. Идти за тобою. У тебя могут быть несовершенства, а они у тебя есть. Но ты сделал приоритетом в своей жизни истину. Приоритет ты поставил на первое место мнение Бога. И когда у тебя приходит ситуация, ты говоришь, Господь, ты во-первых говоришь, Господь, что ты думаешь по поводу этого? И Господь тебе обязательно ответит. И Господь тебя будет любить и уважать. Если ты будешь уважать, если ты будешь уважать Его Слово, ты увидишь чудеса, ты увидишь прорыв, ты увидишь благословение, Бог для тебя будет очень близок. Бог из далекого станет тебе близким и родным. Это то, что должно произойти с каждым верующим. Бог должен стать родным. Он должен стать отцом. Он не должен стать и всю жизнь быть Богом. Он должен стать отцом небесным. Давайте мы сейчас будем молиться. Ко всем зрителям я хочу сказать, что ваша ситуация не является неразрешимой. Когда вы смотрите на нее и видите неразрешимую ситуацию, поверьте, в этот момент кто-то вам говорит внутри, и эта ситуация неразрешима. Вот так же самое внутри вас Слово Божие может сказать, как именно решить эту ситуацию. С помощью чего? Что сделать? Что сказать? Вам Бог откроет. Вам Бог покажет через Своё Слово, через Библию, через общение с Ним. Дух Святой живет внутри вас. Вы познаете. Иисус сказал, вы познаете истину, и истина освободит вас. Вы познаете истину, вы полюбите ее. Вы углубитесь в нее. В Слово Божье. И вы будете свободными от оков, от цепей, от рабства. В Слово Божье. В Слово Божье. В Слово Божье.